Ускоренными темпами возводится пристройка к кадетской школе. Чтобы успеть в срок, на объекте одновременно трудятся не менее 200 человек. Затем, как справляются строители, пристально следят представители местной и региональной власти. На этот раз комиссию возглавили первый заместитель министра строительства Александр Великамир и первый заместитель начальника главного управления строительного надзора Московской области Дмитрий Белолипецкий. Как именно будет выглядеть пристройка к кадетской школе, уже видно не только из макета проекта. Фасадные работы вышли на финальный этап. В строящемся здании поставили окна. Внутри закончена черновая отделка. Рабочие монтируют отопительные приборы и слаботочную систему. Также чистовая отделка, покраска, монтаж потолков, полов, плитка. Мы поставили себе задачу, что до 15 августа закончить работы по максимуму все, за исключением отдельных видов работ, которые будем доделать. Свои обязательства, которые мы брали до 1 сентября, ввести пристройку в эксплуатацию, мы стараемся выдержать. По словам подрядчиков, план график все же удалось догнать благодаря рабочим. На объекте трудятся 200 человек. Останавливаться на достигнутом строители не намерены. Цель сейчас еще больше увеличить темпы. Сегодня совместно с коллегами нашими из госстроенадзора осуществили контрольный выезд. Я здесь уже не первый раз. Мы практически еженедельно бываем на объекте вместе с администрацией, проводим планерки. Динамика очень хорошая. Видно существенное прибавление темпов работ по благоустройству, по фасаду. Но, конечно, отмечаем, что необходимо дальше обращать внимание на внутреннюю отделку. Внутренние инженерные сети, отделка и вот эта вот спортивная зона. Благоустройство дворовой территории строители выполнили на 30%. Отделочные работы планируют завершить до 5 августа. Особое внимание при возведении пристройки уделяют безопасности. Чтобы работоспособность всех систем, в первую очередь, была подтверждена, мы в этом лично убедимся в ходе комплексных испытаний. Коллеги в ближайшее время обещали нам предъявить уже в данном случае эти системы в работоспособном состоянии. А заключение о соответствии построенного объекта от Госстроенадзора Подмосковья застройщики планируют получить к 15 августа.